ФОЛЛАУТ Знаете, я никогда не любил Фоллаут. Вот не любил и всё тут. Иногда тебе просто что-то не нравится, независимо от его плюсов. А плюсов у Фоллаут гора. Независимо от моей нелюбви к ней, было бы глупо отрицать, что это легендарная серия, не менее легендарная, чем древние свитки. Сказать про Фоллаут 1 я ничего не могу, ибо я его в глаза не видел, а вот во втором провёл немало часов в своё время. Однако, американская стилистика 40-х-60-х годов и радиоактивные пустоши – это не то, что я люблю. Но огромному множеству игроков это, напротив, понравилось. Вторая часть до сих пор считается многими культовой и, полагаю, не без оснований. Однако прогресс не стоит на месте, будь он не ладен. В один условно прекрасный момент права на производство игр по этой вселенной получили те же, кто клепают те самые древние свитки – компания Bethesda Game Studios. И это очень важный момент, без которого будет проблематично осознать весь масштаб трагедии. Но обо всём по порядку. Был вопросом времени, когда выйдет продолжение Fallout, и оно не заставило себя слишком уж долго ждать. В 2008 году игра явила себя миру. Однако, ещё до её выхода всё было не очень гладко. Фанаты опасались, что игра потеряет свою атмосферу. Bethesda два года назад выпустила пусть и не ровными местами, но всё же крайне интересный Oblivion. На его фоне, с учётом стойкого нежелания разработчиков менять движок, поклонники постапокалиптического мира боялись, что Fallout 3 станет лишь Oblivion с пушками. 2008 год показал нам, что их страх был более чем оправдан. Всё ещё продолжая страницы серии, я всё-таки не смог не посмотреть, что же там за игра такая вышла. И в итоге даже моё совершенно непредвзятое в этом аспекте мнение совпало с сомнением большинства фанатов. Именно Oblivion с пушками и получился. И виной этому были не только движок и полностью скопированная общая стилистика четвёртых свитков. Скорее уж, атмосфера и скелет геймплея. Многие так любимые фанатами фишки второй части сгинули, уступив каким-то сомнительным новым наработкам. Ну и в целом, играя в третью часть не покидала ощущение, что вот-вот из кустов выпрыгнет Каджита и потребует денег за проход. Ну что сказать, подробный разбор этого фиаско я оставлю фанатам серии, и они в этом разбираются куда лучше меня. Дальше, судя по всему, Bethesda поняли, что напортачили и доверили нечто вроде концептуального переиздания третьей части другой компании Obsidian, уже зарекомендовавшим себя хорошими продолжениями на вроде вторых Neverwinter и Котора. Их руками из-под крыла Bethesda, как издатель в 2009 году была выпущена игра Fallout New Vegas. Многие ошибки были учтены, косяки доработаны, то есть, как я уже сказал, концептуальные переиздания. Фактически же это новая игра с новым сюжетом. Судя по всему, этот проект удался, и пусть далеко не все фанаты его приняли, особенно после третьей части, большинство поклонников серии все-таки отметили похвальную работу над ошибками. Ну и опять же, я попробовал игру на зуб. Играть, на удивление, приятно. Если бы это не был Fallout, я бы провел в ней много часов. Ну а пока радиоактивная братва упивалась New Vegas, Эмби Тесда была занята пятыми древними свитками, и таки в 2011 году вышел знаменитый Skyrim. Казалось бы, при чем тут Fallout? На самом-то деле, как раз таки при том при всем. Нужно понимать, что несмотря на то, что Skyrim является замечательной игрой, и в чем-то уступающей предшественницам в чем-то ее превосходящей, нужно признать один факт. Во-первых, многие всерьез считали, что докрутить движок, присобачив к нему пару финтифлюшек, это значит проделать серьезную работу. Ну, доля правды в этом есть, однако это как встроить мотор автомобиля в телегу. Ехать будет, но не без матов. И очень трудно не заметить в Skyrim уши моровинта, торчащие отовсюду. Как не докручивать движок, костяк не скрыть. Не скрыть корявую анимацию, бить все линейки Бетеста, не скрыть механику, не скрыть программный код. Автор сборки с LMP, ковыряющий движок Skyrim, уже восьмой год, подтвердит вам, насколько это нагромождение кода не жизнеспособно. Чинишь одно, ломается другое, чинишь другое, ломается третье, и так по цепочке. Не к месту чихнешь, и вся конструкция разваливается по принципу домино. Технически Skyrim это буратины, приспособленные для ныряния при помощи привязывания к нему камня. То бишь он ну никак не может нырять, а таки ныряет. И вот эти вот камни на шее буратины многие игроки всерьез воспринимают как нововведение. Наивные вы люди. Видится мне, что Skyrim для этого движка стал последней каплей. То есть пока вся эта поделка хоть и трещит, пошла, но держится на десятках костылей. Но если эксплуатировать этого Франкенштейна дальше, то он с грохотом развалится. Однако процесс это не быстрый. Спустя еще 4 года, летом 15-го, вышел 4-й Fallout. И вот тут уже мнение фанатов в большинстве своем оказалось одинаковым. Если 3-й Fallout был по большей части обливенным с пушками, то Fallout 4 это Skyrim с пушками на все 100%. Геймплейно, концептуально, технически это были те же пятые свитки, просто в другом сеттинге. Кстати, показательно еще и то, что образовалась новая фанатская база, состоящая в целом из Йоба контингента. Те, кому понравилась игра, те, кто не застал не то, что Fallout 2, а даже не все и New Vegas-то застали. Те, кто не понимает, в чем была прелесть серии и чем она так завораживала. Вот они хвалят игру в голос, да, но иного от них как бы и не ждешь. Что же касается движка, то с горем пополам все работало в целом стабильно, хотя время от времени всплывали отдельные косяки разных масштабов. Но согласитесь, как можно просто взять и не доломать этого колоса на говеных ногах? Видимо, Бетезда подумала о том же, анонсировав Fallout 76. Встречайте, голубая мечта фанатов Скайрима, онлайн-игра. Онлайн-игра. На движке Моровинда. Открытый мир, как в Скайриме, только без NPC. То есть вообще. Да, фанаты уже тогда забили головой в набат, заваливая всевозможные формы предостережениями разработчикам, что ни к чему хорошему такая концепция не приведет, что итогом всей этой авантюрии будет фиаско пострашнее Fallout 3. Но Бетезда были непреклонны, что вполне на них похоже. И вот, весной 2018 года Fallout 76 вышел. И от игроков о нем поползли настолько нелицеприятные слухи и факты, что даже я, человек, сторонящийся всей этой вселенной, не смог побороть себе любопытство и не посмотреть, насколько же слухи правдивы. И увиденное меня ужаснуло. Увы, весь негатив к игре оправдан. И попробовав на зуб эту богопротивную поделку, я понимаю, что само существование этой игры в мире можно объяснить только лишь одним желанием, да более простым и знакомым. Сделать, надо ебить, бабки попилить. Давай пили! Надо ебить! Да попилить! Ты заебал! Откровенно говоря, ситуация с Fallout 76 напоминает мне ситуацию с Mass Effect Andromeda. Она, Andromeda, то бишь, местами очень даже неплоха, как отдельная игра от студии, не имевшая до этого опыта изготовления проектов высшего класса по знаменитому бренду. Видно, что авторы старались, где-то и вовсе чувствуется гениальность, но в целом это довольно средняя игра и отвратительно, если рассматривать ее как часть серии. Кстати, подробнее про Andromeda можете узнать из моего ролика, если угодно. С Fallout 76 примерно та же картина, причем практически один в один. Ко мнению фанатов не прислушивались, в ответ на все аргументы давали отмашку, мол, все будет пучком. Хотя при всей концептуальной разобщенности комьюнити в силу возраста и предпочтений, оно практически единогласно вопило, что получится хрень. И вот же сюрприз, хрень и получилась. И еще больнее видеть это, натыкаясь на действительно приятные моменты в игре. На этот раз спойлеров, во всяком случае сюжетных, вы не услышите. Я думаю, вы и сами потом поймете, почему. Итак, мое знакомство с игрой началось, конечно же, с регистрации на сайте Бетезда, ведь это 2018 год. Нельзя просто так взять и скачать игру без всяких плясок с бубном. Тут, кстати, винить Бетезду не вижу смысла. Сейчас вообще модно кричать про метро Экзодус, который, кажется, вот на днях вышел, что, мол, жадные свиньи посмели от Стима отойти и создать свой лаунчер-магазин с перферансом и кортизанками. Нашлись даже интересные личности, которые побежали за это крушить рейтинги предыдущих игр и кампаний, что еще раз показывает, чего порой стоит усредненный балл на всяких метакритиках и прочих сайтах с голосованием. Лично я не вижу в этом проблемы, это обычная конкуренция. А то, что много программ надо запускать, это тоже странное заявление. Никто не обязывает вас все и сразу держать в памяти. Запускается все быстро, работает хорошо. Это проблема на пустом месте, исходящая из концепции «Я игрок, все тут создано для меня, так что пляшите, плебеи!» Но это я и немного отвлекся. В общем, к лаунчеру еще от Бетезда я отнесся вполне нормально, тем более, что они в моих глазах уж точно заслужили такой чести иметь отдельное представительство на моем жестком диске. Однако проблема подкралась, откуда не ждали. Я полчаса не мог зарегистрироваться, при том, что, согласно правилам, я заполнял анкету именно так, как нужно. Сначала начал грешить на серверы, потом на браузеры, но ни ожидания, ни смена браузера не помогли. Откровенно говоря, меня уже тогда начало хорошенько так бомбить, ведь если уже на стадии регистрации такие проблемы, то что же будет дальше? А потом еще и гугл со своими капчами полез, то светоформу покажет, то автобус, ты че тупой что ли? Ты че ко мне пристал? Оказалось, сайт Бетезда не понравился мой почтовый домен Mail.ru, о чем, разумеется, он не сообщил нигде. При том, что всем остальным подобным сайтам от тех же Близзардов, например, все нравится, а Бетезде нет. Слава богу, первая преграда была преодолена. Еще игру запустить не успел, а уже устал от процесса. Говоря честно, к самой игре это мало имеет отношения, но согласитесь, это уже создает определенный настрой. Во всяком случае, к сюрпризам я был уже морально готов. И сюрпризы не заставили себя долго ждать. Игра начинается с заставки, где нам объясняют, какого хрена творится в мире и для чего было создано наше убежище. Если вкратце, мы лучшие умы, которые должны восстановить мир после ядерной войны. Самые умные, самые сильные, в общем, самые-самые-самые. Заставка, кстати, выглядит довольно странно. Она практически полностью выполнена на движке игры и смотрится как-то неправдоподобно дешево для столь серьезного проекта. Могли бы ее хоть как-то прилезать, тем более, что игра это позволяет, ведь может задавать же она и более интересные картинки, и более живые, атмосферные. А здесь такое чувство, что ее снимал какой-нибудь разработчик Машинимы, чисто консольными командами. Далее уже традиционное создание персонажа. Если вы играли хотя бы в одну игру от Bethesda, выпущенную после 2006 года, то уже знаете, с чем столкнетесь. Забегая вперед, к большому сожалению, Fallout 76 не стесняется копировать самые худшие элементы не только Скайрима, но и того же Обливиона. Зная это, удивительно, что редактор не скопирован оттуда же. Он довольно хорош, хотя и заморочен неудобными мелочами, как по мне. Могли бы сделать его чуть удобнее, благо те же фанатские наработки к Скайриму намного удобнее. Хотя, возможно, это дело привычки. Так вот, возвращаясь к редактору. С этим у игры все хорошо. Ну, настолько хорошо, насколько это может быть у действующего движка. Волосы, бороды, кожа, все это сделано красиво. Хариро же не получается страшными, как в Обливионе или в Dark Souls 2. Все вполне цивильно. Увы, при регистрации такие ники, как Tradius Cort или Brarium, были уже заняты. Вот она, цена популярности. Пришлось пойти в обход, поэтому моего персонажа зовут Клара Захаровна. Ну и лицо должно быть соответствующее. Получилось не идентично, конечно, но я не особо-то и старался. И вот, Клара Захаровна покидает свою комнату. Что первое бросается в глаза? Конечно же, анимация. Сами знаете, это проблема всей линейки игр Бетезда, еще со времен Моровинда. Однако, хоть и лилипутскими шагами, все же от серии к серии она улучшалась. И, казалось бы, новый Fallout должен был стать ее венцом, пусть не идеальным, но все же венцом. В итоге же он стал маслом, которое разлила Аннушка. На этом масле игра поскользнулась и распласталась так, что одной ногой она действительно в будущем, а другой в далеком прошлом. Анимации прыжка и некоторых моментов, например, сидение, приготовление пищи, общая микроанимация моргания, поворотов головы, тут все значительно лучше, чем раньше. Но в то же время, анимация боя, бега и, в принципе, вся анимация от третьего лица здесь не то, что из Скайрима, она чисто из Обливиона. Вот о чем я говорил, это настоящая деградация. К слову, анимации от первого и третьего лица почему-то визуально не совпадают. Такое я наблюдал в Скайриме, когда ставил моды на анимацию, но тут-то игра без модов. Более того, прерывания анимаций сделаны настолько грубыми, что просто плакать хочется. Ни одна игра Бетезы такого себе ранее не позволяла. Никаких плавных подводов, только резкие рваные возвраты к стандартным позам. 2018 год, да. И сама по себе анимация в целом выглядит как-то уж больно дерганно. Такого себе даже Обливио не позволял, это уже наследие Моровинда. И такой вот контраст приводит в недоумение с самого начала игры. Кстати, должен сказать, что игра вышла в начале лета 2018 года, а играть я в нее начал в середине января 2019 года, то есть прошло полгода. Вышла гора патчей, и многие баги уже вроде как успели залатать. У меня была слабая надежда и в то же время слабое опасение, что я не смогу найти ни одного бага, и мне попросту не в чем будет обвинить игру, а это слишком скучно. Но нет, все в порядке. Баги, в том числе критические, никуда не ушли. Играть я начал на версии 1.04.13, и первое же открытие карты порадовало меня вылетом на рабочий стол. Да, все в порядке. Это все еще Бетезда. Итак, вот моя Клара Захаровна вышла из убежища, вводя официально в большой и красивый открытый мир. И первое, что бросается в глаза, это слепительные краски этого мира. Такое вот поэтичное определение. Однако, если задуматься, ничего поэтичного в этом нет. Сначала я решил, что это эффект HDR, какой-то продвинутый, мол, наши глаза очень давно не видели свет, и теперь нам все кажется очень ярким. Но нет, это просто такая цветовая палитра. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Даже в условиях радиоактивных пустошей яркие цвета и солнечные краски это нормально, в зависимости от типа местности. Не обязательно делать такую игру серой, хотя все же к атмосфере это подошло бы больше. Правда, не в таких условиях, позже объясню почему. Но все хорошо в меру. Описать световую палитру Fallout 7.6 можно одним словом. Кислота. Здесь не просто пестрые яркие цвета, они здесь перенасыщенные. Такая палитра не подошла бы ни одной игре, потому что каким бы ярким ни был мир, включая яркость самой атмосферы, все равно это чересчур. Ты будто бы не в серьезной игре про постапокалипсис, а в мультике про Барби. Это вот знаете, когда только-только появились ЕНБ первые на Скайрим, и каждый уважающий себя мододел счел нужным, подобрать свою конфигурацию и выложить ее в сеть. И итогом этому стало появление целой тонны таких же вот вырвиглазных пресетов, с которыми просто неприятно играть. Создается впечатление, что с 76-м как раз таки работал такой же вот профан. Либо же все было сделано по принципу, воспитанному в заставке ролика. Он загубляет положение графика. Все, что можно сказать о графике, так это то, что она отвратительная. Это переходный этап между Обливионом и Скайримом. С одной стороны, понятно, почему это было сделано, ведь это ММО. С другой стороны, это слабое оправдание для игры такого уровня. В тех же ТСО и Тор графика значительно лучше, хотя и вышли они значительно раньше. Здесь тебе текстура низкого разрешения, угловатость многих моделей, графические недоработки вроде квадратной травы. Весь интерес к 76-м вытягивается только за счет шикарного дизайна, но до плюсов я еще доберусь. Так вот, ладно бы, графика была просто плохой, это было бы неприятно, но терпимо. Так она еще и мыльная. Она замылена настолько, насколько это, наверное, вообще было возможно. У меня сложилось ощущение, что я гуляю по улице без очков, вот у меня примерно такое же зрение, только вижу, я не в кислотных красках. Вот тандем из этих двух элементов создавал у меня всю дорогу ощущение, что я под кислотой. Не могу сказать, насколько это приближено к реальным ощущениям, я не пробовал, но, думаю, вы поняли суть. Я как обдолбанный бродил по руинам мира. К слову, руинах мира. Дизайн в игре шикарен. Вот чего у нее не отнять и с чем даже нет смысла спорить, как по мне. Начиная от одежды и оружия, заканчивая руинами и ландшафтами, все выполнено очень красиво, очень стильно, с кропотливым вниманием к деталям и явной любовью к игре. А главное, аутентичная атмосферия. Расрушенные домики соседствуют с красивыми лесными опушками, по которым бегают двуглавые радиоактивные олени. В сараях и прочих останках цивилизации можно встретить груду всякого мусора на вроде бутылок, шкафчиков и прочих предметов быта, показывающих, что люди здесь когда-то жили, а затем продолжили жить, даже несмотря на ядерную войну. В общем, с дизайнерской точки зрения каждый элемент здесь шикарен. По миру приятно ходить. Было бы, если бы не одно но, о котором позже. Сам игровой процесс, за исключением все того же загадочного но, интересен. Исследования подземелья и внешних стоянок сделаны довольно приятно. То тут, то там можно найти различные записки, плакаты и иные элементы, намекающие на то, что лор игры проработан вполне внимательно. Перестрелки все еще интересны, как были интересны перестрелки лучников и арбалетчиков в Скайриме. Тут еще же, кстати, традиционно присутствует ватс, что на удивление неплохо вносит разнообразие в бой. И пусть теперь все происходит в реальном времени, без паузы и гража онлайновая, в целом система ватс сделана весьма интересной, если разобраться в ней и ее прокачке. Кроме того, как и положено постапокалиптической выживальне, в том числе и готовить по рецептам воду же, очищать, иначе штаны потом придется от радиации лечить. На подобную атмосферу выживания хорошо работает Камп, переносной лагерь, который игрок строит сам на манер предыдущего Фоллаута. Однако его теперь могут разрушить другие игроки. Спорное решение, но почему бы и нет, в конце концов, раз уж это ММО. Многие элементы были... Нет, не так. Очень многие элементы были изъяты из предыдущих игр компании. При том, что сейчас я говорю о положительных наработках. Например, открытие ящиков или собирание травы, или же использование станков, которые выглядят один в один, как в Скайриме. Что до размеров мира, то они действительно внушительные. И хотя с первого взгляда на карту это может показаться неправдой, все же это так. Мир большой и красивый, и, как я уже сказал, атмосферный. Это главное. Ты идешь и любуешься на сплетении дикой природы и останков цивилизации. А где-то вдали слышен рев сирен, возвещающий о падении новой бомбы. С другой стороны слышны выстрелы, по заросшим участкам, усеянным скелетами хозяев бродят роботы, по-прежнему выполняющие поставленную задачу по уходу за садом или прудом. Все это действительно очень приятно лицезреть. И послушав это, может возникнуть в голове вопрос, а чем же игра так плоха? Неужто только графикой и цветовой палитрой? Да если бы. В то время как некоторые геймплейные механики работают на атмосферу, внося в игру разнообразие, их намного больше, чем я перечислил, другие механики, сделанные через задницу, эту саму игру гробят, причем очень усердно и очень успешно. И дело здесь не только в корявой анимации, хотя, согласитесь, это странно видеть в 18-м году. Не в 1900, попрошу заметить, а в 2018-м. Нет, основные проблемы игры, а их всего две, на мой взгляд, это концепция онлайна и техническая дырявость. Выйдя из убежища, ты лицезреешь спорный с графической точки зрения, но качественный с дизайнерской ландшафты. Начинаешь свои первые перестрелки, ищешь броню, оружие, станки. Где-то на горизонте маячит твое первое задание, найти стоянку какой-то женщины. Тебе не до этого, да как и всегда в подобного рода играх исследуешь окрестности, открывая новые места на карте, убивая врагов, собирая лут. Притом, ощущение, чем-то напоминает сталкер. Тут и атмосфера, подобающая и сама концепция игры. Однако, напоминает она его лишь отдаленно. Чего-то все время не хватает. И вот ты ходишь, ходишь, и вроде одна цель сменяется другой, и теперь надо найти лагерь той самой женщины, и вроде как ты двигаешься дальше, у тебя уже новое оружие, новая броня, новые познания об интересной механике игры, а суть как-то не особо меняется. И вот новое задание, отправиться в город и поговорить с мэром. Мда, да уже в момент получения задания знаешь, чем все закончится. Да, так и есть, придя в город, тебя встречает компьютер, который и есть мэр. Еще так шутливо спрашивает, мол, что, не ожидал, что мэром города окажется компьютер? Да нет же, как раз таки и ожидал. Это же было очевидно, по одной простой причине, в игре нет людей, вообще ни одного человека живого в игре нет. Ладно, я не видел все игры, поэтому скажу так, если в игре есть люди, NPC, то их полтора человека на всю игру. Максимум, кого ты встретишь, это те самые роботы, садовники, солдаты и торговцы. И надо ли говорить, что они отличаются убийственной локальностью, как и, в общем-то, и положено, и встречаются довольно редко. В Fallout 76 людей нет, только разве что их трупы. Из-за этого ты чувствуешь себя чужаком в этом мире, причем в самом плохом смысле этого слова, применимо к игре. Тебя тут как будто бы не ждут. Цели у тебя нет, потому что задания сменяются, концепция одна и та же. Дойди до точки, поговори с роботом или же послушай запись журнала. Ты бродишь по игре, в которой совершенно нечего делать. Абсолютно. Я не так уж далеко прошел и, возможно, дальше задания станут интересными, но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Я не представляю, как построить интересный сюжет в полное отсутствие людей. Да, записки и звукозаписи это хорошо, встречаются и компьютеры с данными замечательно, правда, но все это больше похоже на бэкграунд, это ближе к лору, чем к действующему сюжету. Взять в качестве примера ту же серию Dark Souls. Там тоже много основано на лоре, но тут-ту-ту-та мы встречаем живых персонажей и благодаря этому создается впечатление живого, пусть и умирающего, испорченного мира. Здесь же мир мертв полностью. Эта вот необитаемость крайне негативно влияет на общее ощущение. Встречающиеся изредка роботы-торговцы не спасают, они говорят две фразы «Привет и пока». Горелые, это основной тип гуманоидных врагов в игре, тоже погоды не делают, их воспринимаешь не как живность, а скорее как тех же скелетов в Скайриме. Стараясь создать атмосферу одиночества в погибшем мире, разработчики создали абсолютно вымерший мир. Проблема в том, что в таком мире нечего делать. Fallout 76 это самая скучная игра такого масштаба, в которую я когда-либо играл. Где-то вдалеке рвутся бомбы, но это лишь красивые декорации. Ты слышишь выстрелы, но это тоже больше смахивает на декорацию, чем на живой мир, ведь в 90% случаев источник звуков ты не обнаружишь. Всем же успехом ты мог бы играть в одиночную РПГ, но я не знаю ни одной такой РПГ, которая позволила бы себе такую вольность. Отсутствие NPC в Fallout 76 самое худшее решение из всех, что можно было бы придумать. Во всяком случае, хочется на это надеяться, а то мало ли, вдруг потом придумают еще что-то более идиотское. Расчет был сделан, видимо, на живых игроков. И что тут сказать, они есть, да. Даже удивлен, что их довольно много для такой-то игры, но, как правило, их не больше десятка за раз, если взглянуть на карту. Тем более, что они разбросаны по всей глобальной локации и особой погоды друг другу не делают. Да, изредка начинаются события. Это такие случайные задания, в которых можно принять участие, заплатив местной валютой. Там надо отстреливаться от надвигающихся орд-горелых или же завалить какого-то особо сильного монстарика, чтобы получить приз. В задании могут участвовать сразу несколько живых людей, причем независимо от их уровня. И должен сказать, это довольно интересно, хотя, возможно, оно так только на контрасте с общей скукой смотрится. Но так или иначе, это весело. И вот однажды, отстреляв всех, кого надо, мы втроем со случайными путниками забежали в местный сарай. Кто-то пошел за один станок гайки вытачивать, кто-то за другой химичить отправился с реагентами. И вот ты ходишь по этому сараю, смотришь на них, смотришь на эту жизнь и понимаешь, что с*** всего-то и надо было ввести живых NPC, имитирующих жизнь, чтобы сделать игру интересной. Хотя бы местами, маленькими анклавами вроде того же сарая, чтобы создать хоть какую-то атмосферу жизни. Ведь графика, в конечном счете, не такая уж и большая беда, будто бы единственная игра с плохой графикой. А вот дизайн же на высоте. То есть, по факту, получился бы такой неплохой фоллаут, как минимум, а в результате вышла шняга, скучная, как я даже не знаю что. В первый свой день я играл два часа. Два часа я, наслаждаясь атмосферой и пейзажами, не мог понять, в чем же смысл игры. То есть, вообще, в чем смысл? Не технически, технически-то понятно, есть же задание, концептуальный смысл в чем? Вот ради чего мне оставаться в этом скучном мире? Так и не найдя ответ, я ушел спать. На следующий день я обнаружил, что игра пропачилась уже до версии 1.05.14. О, подумал я, наверное, хотя бы основные баги исправили. Встречайте, второй элемент, гробящий всю игру на корню. Баги. Баги на любой вкус и цвет, разной степени критичности и кретинности. В первый же час игры меня ждало два вылета. При обычном, спокойном, то есть плавном передвижении по миру я постоянно ощущал подгрузку посредством каких-то непонятных микрофризов. И нет, это не проблема моего компьютера. У нас вообще очень любят кричать чуть что, что все дело в твоем железе. Когда иных аргументов нет, сетуй на чужие компуктеры, что они у тебя плохие. Говнокомп, кричи громче и тогда ты будешь прав. У меня, конечно, не мать всех компьютеров, но почему-то при обычной проверке отзывов такие проблемы оказались у очень многих игроков совершенно разными конфигурациями, некоторые из которых нам с вами и не снились, так что не надо тут. Вообще микрофризов в игре на удивление много. Первый же мой серьезный бой со стаи собак проходил около минуты и игра при этом постоянно тормозила и этим сильно дезориентировала. Самое смешное, что я не вижу ни одной объективной причины для таких вот тормозов. Графика, что твой моровинт, физика та же, все такая же деревянная. Некоторые модели будто бы из пластмассы сделаны. Вы только посмотрите на эти скелеты, посмотрите на них, их реально будто бы из папье-маши смастерили. А какой у них замечательный рэгдолл, идиотский, просто не передать словами. Особенно, когда они проваливаются сквозь пол. А дождь? Вы видели этот дождь? Да он же прямиком из моровинда. Я не знаю, как они добились такого дешевого эффекта в такой дорогой игре, но это же надо было постараться. Каких-то особых спецэффектов я тут не заметил. Невероятные дальности прорисовки тоже. Так откуда же взяться тормозам? А я думаю, что все дело в онлайн-составляющей. Движок к ней просто не приспособлен. На данный момент серьезно продвинулся проект по привнесению мододелами онлайна в Skyrim, но и там еще есть над чем работать. Ну просто потому, что эта конструкция и так костылей требует, а уж онлайн реализовать в ней это вообще задачка та еще. Ну вот вышло так, движок так устроен, не приспособлен он для этого. Вы и сами знаете, что есть движки, которые справляются хорошо с открытыми пространствами, но плохо с закрытыми. Какие-то лучше подходят для гона, какие-то для экшенов. Здесь тот же случай. Как не допиливай его, движок моровинда не подходит для ММО. Честно говоря, я не уверен, что он хоть для чего-то теперь уже подходит. Кстати, на это намекают не только микрофризы и тормоза, но и лаги сетевого соединения. Как приятно смотреть на лагающих игроков, которых и так ты встречаешь раз в час. Ну ладно, на второй день, как я уже сказал, вышел патч. Я грешным делом подумал, что хотя бы с вылетами все теперь станет в порядке. Нет, не стало. Игра вылетела через 10 секунд после загрузки, когда я вошел в меню карты. Опять, да. Микрофризов, по ощущению, стало меньше, но нет-нет, да проскакивали. Но, конечно, этими явлениями список багов игры не ограничивался. Первое же пройденное мной испытание возвещало мне об этом на какой-то карикозябре. Это что, Альдмирис? И что это должно значить? Лоды колбасит. То есть, реально колбасит. Ты смотришь вдали и видишь, как мигают модельки деревьев, налазая друг на друга или просто то пропадая, то появляясь. Опять же скажу, что я видел подобное в Скайриме с кучей модов, нагроможденных любителями друг на друга. Вот создается впечатление, что 7.6 делала не команда разработчиков серьезным стажем и списком заслуг, а какая-то левая компания тех же мододелов. Чем еще объяснить наличие таких вот закидонов? Загрузки между локациями непозволительно долгие. Даже в Скайриме с кучей модов, которые выглядят визуально наголо выше 7.6, а играется выше на 100 голов, даже там нет таких долгих загрузок. Разве что, когда, да, нагружена пара сотен модов в разнобой. То есть, понимаете, да, это ведь не совпадение. И какие бы эпитеты я не приводил, шутки ради, как бы он не смеялся над командой, игру делали профессионалы с большим стажем. Дело ведь в том, что этот движок уже на ходу разваливается. Все, это его лебединая песень. Но в рот мне ноги, и Бетезда же не будет Бетезда, если не сделать на нем еще и шестые свитки, угробив игру еще в зародыше. Вот чего я боюсь. Но вернемся пока к 7.6. К слову, баги настолько разнообразны и часто встречаемы на каждом шагу в самых непредсказуемых местах, что иногда непонятно, творящийся сейчас это баг, ошибка оптимизации или ДТК фичи. Хотя у меня язык не повернется назвать местный искусственный интеллект фичей. Если это фича, то сделана она через анальное отверстие, то самое, из которого извлекли идею игрового мира без NPC. А я здесь настолько глуп, что можно смело лезть на врагов намного старше вас по уровню экипировки. Достаточно будет укрыться за какой-нибудь фанерой, чтобы держать осаду по полчаса. И это не шутка, я действительно полчаса укрывался за обломками моста и отстреливал врагов заметно сильнее меня. Все, до чего они додумались, это встать в ряд на открытой местности. Это не было как два пальца, но победа стала лишь вопросом времени. Очень часто они не способны найти дорогу к тебе. То есть ты слышишь, как растормошенный улей горелых носится там у себя в каком-нибудь гараже, и вот ты готовишь засаду, ищешь позицию, потом закрадывается чувство обиды. Кажется, тебя забыли. И правда, горелые так активно увеличены попыткой выйти из здания, что на тебя, в общем-то, уже и наплевать. Им и так весело. Порой они способны реально встать в очередь на расстрел друг за другом, даже без рассредоточения. А порой вдруг резко начинают действовать осознанно, видимо, так, как разработчики планировали изначально, и давить числом. Ну, не знаю, видимо, расчет был на живых игроков, но тут тоже все не так, как хотелось бы. Тут тебя либо убивают просто так, ни за что, как говорится, просто потому что, хотя, честно признаться, этого со мной не происходило в этой игре, но если кто не знает, так происходит в любой онлайновой игре. Либо ты, хилый новичок, встречаешь крутого союзника с экзоскелетом, который одним махом решает все твои проблемы по миссии. Ни то, ни другое не приносит удовольствия. Сколько бы я ни пытался, золотой середины я так и не нашел. Это надо заранее договариваться с другом, который будет играть вместе с тобой, не отставая от тебя по уровню. Кооператив сгладит любую игру, но зачем, если есть куда более интересные проекты? К слову, по игровому миру разбросано множество застывших фигур, излучающих радиацию. Как я понял, они имеют прямое отношение к основному сюжету и, судя по всему, мы должны будем разгадать их тайну в итоге. Но, забавно, нет. Я просто, как человек, не посвященный в глубины лоры и сюжета, долго не мог понять. Застывшие модельки врагов без анимации, оживающие, когда к ним подходишь близко, это баг или ты так и надо на манертех статуй? Потому что, больше всего, это похоже именно на баг. И вот так вот довольно часто. Продолжая прикапываться к интеллекту, население местных пустошей не могу не сказать об интеллекте союзников. На второй день путешествия я наткнулся на случайное задание. Почини дроиды курьера и сопроводи его до нычки. Да без проблем, подумал я, наивный риский Иван. Робот сначала очень яростно тупил, продвигаясь на несколько шагов в минуту, потом и вовсе отказался двигаться хоть куда-то. И ничего с этим у меня сделать не получилось. Скорее бы, можно было хотя бы плечом кого-то толкнуть и тот возобновил бы поход. И так вот, прождав пять минут, я понял, что если робот не идет к нычке, значит робот идет нахер, ибо мне мое время и нервы дороже. Кстати, помните, как на просторах Северной Имперской провинции мы могли из скрытности выпустить стрелу в противника так, чтобы та воткнулась ему прямо в жопу или даже в глаз, после чего тот начинал бегать кругами с криком «Что это было?» А потом он просто успокаивался со словами «Да не, наверное, показалось» и спокойно возвращался на пост вместе со стрелой все еще торчащей из задницы, которая ему, видимо, тоже показалась. Прошло 7 лет и что же вы думали? Проработка стеллоса интеллекта врагов вскохнула вперед? Да, так и есть. Где-то определенно так и произошло, но точно не Fallout 76. Тут все то же самое, если не хуже. Красота! Все-таки стабильность это признак мастерства, значит Бетезда самые настоящие мастера. Чтобы сделать такую хреноту, надо быть непревзойденным мастером, поверьте. И вот таких недочетов, перемешанных с багами, полно. Вылеты при входе, вылеты при выходе, вылеты просто так, тормоза на ровном месте, разрывы соединения, хотя такое было всего один раз у меня. И это все спустя больше, чем полгода после релиза на секундочку. Даже Андромеда, будь она неладна, за полгода починила главное меню так, чтобы оно выдавало больше 20 кадров в секунду. Ё-моё, ну что с ними не так? Но последней каплей, переполнившей чашу моего ядреного терпения, стала вода в реке. Вода с застывшей анимацией. Ты идешь по красивому разрушенному городу в лучах солнца, любуешься без дураков прекрасным пейзажем. Спускаешься к водоему, и что ты, сука, видишь? Картонку вместо воды. Сука. Это вообще что такое? Это квадратные текстуры в 2018 году. Квадратные, сука, текстуры. И вот в это выродился один из величайших хитов всех времен. Да в рот мне ноги, какого ж хрена? Это же насколько разработчикам было насрать на проект. Неужели более чем 10-летнего опыта игростроения не хватило для того, чтобы просчитать это уравнение, которое элементарно как дважды два, и понять, что такая игра не будет интересной, ведь той меч мне в костер! Ладно, крики фанатов, фанаты на то и фанаты, чтобы кричать по любому поводу и сулить провалы. Но опыт предыдущих игр должен же был показать, что что-то может пойти не так. Бетеста это не та компания, которая может позволить тебе эксперименты, выпуская игры по конкретным вселенным раз в 5-10 лет, камень душ мне в инвентарь, с**ка, 2018 год, полгода с момента выхода, всё ещё статичная вода и квадратные текстуры побережья, ёкарный баба, ребята, ну вы даёте! Я не могу. И ведь это при том, что огромная, я бы сказал, подавляющая часть элементов игры была взята из предыдущих проектов. По своей атмосфере это Fallout 4 по механике чисто Skyrim с пушками, по технической проработке в некоторых случаях обливию, но в основном это, блин, моровинт! И это ни хрена не комплимент! Если брать конкретные детали, то вы практически ни одно не найдёте из тех, что были придуманы с нуля, всё было заимствовано. Абсолютно вся механика заимствована. Даже звуковая база взята частично из прошлых игр, частично из бесплатных библиотек. Я много работал со звуковыми файлами из игры, мне это нетрудно заметить, тут вам придётся поверить мне на слово. Хотя при взломе замка в 76-ом трудно не услышать Skyrimovский взлом. Именно поэтому я не описываю ибо вы всё это и так уже видели. Да не о том, в принципе, рассказ. Да и по сути, в этом нет ничего плохого. Сам у себя ворую, имея право, так ещё Высоцкий пел. Однако, если ничего придумывать не надо, то что мешает сосредоточиться на проработке остальных элементов? Игра должна, по идее, блестеть, тем более, настолько претенциозна, игра настолько смелая в своём решении, она должна быть отполирована настолько, чтобы игрок даже не подумал искать внеизъяна, хотя таковые есть в абсолютно любом проекте. Тем более, а в итоге получилась скучная завагованная хрень в очень красивой обёртке. На этом фоне даже микротранзакции, которых просто не могло не быть, вспоминаем песенку Стиве про даём и моды, да, детишки? Так вот, донат на этом фоне смотрится не таким уж и серьёзным недостатком, хотя это платная игра за полную цену, на секундочку. Не условно-бесплатная ММО и не бесплатная вовсе какого-нибудь Perfect World, а игра за полную цену, за большую полную цену. Ну и вот, весь второй день игры, а на этот раз это было уже намного больше, чем два часа, я слонялся по миру, пытаясь проходить задания и преодолевать баги. И я так и не нашёл смысла игры. Я почувствовал себя Солером и Засторой, который после всех путешествий так и не нашёл своего солнца. Мне тоже захотелось сесть у костра и потерять свою человечность. На третий день игры я решил посмотреть скриншоты из игры, который предлагает нам Стим. В них я узрел множество дико красивых локаций и целые отряды в боевых костюмах. Я ни на секунду не сомневаюсь в наличии таких красивых мест в игре. И честно, я даже не сомневаюсь, что поднапрягшись можно таки набрать команду балдуев и точно так же поскриниться на фоне разрухи. Но в игре я ничего из этого не увидел. И это не потому, что слабо прокачался или недалеко ушёл. Когда я играл в Ведьмака или в Скайрим или Райзен или любую другую игру с похожей механикой, только наверное не Райзен, а Ризен, да, не важно, меня это не останавливало. Здесь же игроку просто не дают хорошей мотивации двигаться как по сюжету, ходящее здесь, знаешь ли, скорее ближе к ругательному. Оно тут тоже неуместно, ибо в игре не происходит ничего вообще. Отказавшись от симуляции жизни, какой бы корявой она ни была в прошлых играх, разработчики создали пустой и мёртвый мир, словно Корибан. Хотя это я сейчас погорячился на Корибане, всё же есть шикарные квесты и NPC. За такое сравнение меня покарает Аджунта Пол лично. Правильнее сравнивать, наверное, с Малакором, такой же пустой, бессмысленный. Хотя, мать твою, даже на Малакоре был живее, чем Fallout 76. Блин, я даже не знаю, с чем это сравнить. Беспрецедентная хренатень. Обидно наблюдать, как разработчики одной рукой лечат, другой калечат. Сделав действительно объёмный, красивый мир, они устроили всё так, что никому и в голову не придёт его досконально исследовать. Нет, конечно, будут и такие, но их будет очень мало. Учитывая эти обстоятельства, я ничего не могу сказать о степени проработки лора игры и его интересности. Даже давайте так, я превентивно сочту его хорошим и проработанным, ведь, бродя по руинам, я натыкался на трупы с записками, на аудиозаписи, которые рассказывали маленькие истории маленьких людей в большом мире, а это и есть проработка лора. Да только вот проблема в том, что при таком скучном и бессмысленном геймплее он никому нафиг не сдался. И знаете, опять же хочется привести аналогию из тёмных душ. Я пришёл в Fallout 76 на руины мира, в том смысле, что все самые яркие события на тот момент уже произошли. Но это же не повод не обращать внимания на них, не так ли? Вот я решил копнуть в попытке выяснить, какой же ажиотаж стоял вокруг выхода Fallout 76. И честно, увиденное меня крайне поразило. Когда я начинал свои заметки с регистрации на сайте, я ещё думал, а не жестоко ли я поступаю, в конце концов? Это же не сама игра, это лишь подготовительная стадия. Эх, да. Мне ещё, как выяснилось, повезло. Если вдруг кто-то ещё не знает, как не знал этого и я, в момент выхода бета-версии игры её замечательный лаунчер оказывается мог случайно удалить игру без команды на это. По щучьему велению, хорошо, это починили, но после починки лаунчер вообще отказывался удалять игру, если та была куплена. Да, не так я себе представлял SkyNet. То есть вы понимаете масштаб проблемы, они даже с лаунчером собственным не сумели совладать, а я тут, видите ли, на игру гоню. И это те, кто подарили нам древние свитки. Это конвейер хитов. Вы представляете, насколько им было плевать не только на проект, но и на людей, ведь этот лаунчер они сделали как альтернативу стиму, вместо того, чтобы заманивать людей скидками и техническими возможностями, превосходящими возможностями всяких там стимов, гогов, юплеев, оригинов, они попросту пустили все по ветру, куда полетит, туда и полетит. Разумеется, после такого выхода цыганочкой многие захотели вернуть деньги, ведь тот же стим такое позволяет, в случае, если ты не наиграл больше двух часов. Однако, битеста, как оказалось, такого не предусмотрела. То есть, по их условиям можно вернуть игру, но только в том случае, как говорил Михаил Николаевич, наберите воздуха в грудь, как должен выглядеть такой случай, когда человек купит игру, но захочет вернуть деньги, даже не скачав ее. Разве что по пьянину, ведь это все в районе шутки, вы сами понимаете. То есть, вся эта их система чистой воды бутафория, как и их магазин-лаунчер, который, кстати, на данный момент даже близко не дотягивает до самого, на мой взгляд, слабого лаунчера Ориджина. Ладно, видимо, потому что технически это была еще не игра, а лишь ее бета, или, может быть, потому что луна была в козероге, битеста возвращала деньги отказавшимся от игры. Во всяком случае, до какой-то поры. У них, видите ли, нет автоматической системы, как в стиме, это же сложно. Для возврата надо было написать письмо в техподдержку, которая в один момент, видимо, решила, что она устала и ушла бухать ядерколу, отмазавшись от вопрошающих фразой «Вы уже купили, скачали и играли, значит, вот фиг вам, а не возврат». Вот уж действительно контроль качества. Кстати, я слышал от кучи людей о том, что целые орды восторженных фанатов, видимо, прямиком сирогильской арены кричали, что это была лишь бета и все будет исправлено в релизе. По-моему, не надо быть ветераном компьютерных игр, чтобы вспомнить уже целый ворох подобных случаев. И все они заканчиваются всегда одинаково. Нет, в релизе будет все то же самое. Да, исключения были, но они были именно что исключениями. Что же, вот он, релиз. Давайте будем честны, сейчас игры это уже не проекты за три копейки, это такие громадины, продукты, работают целые команд в течение многих лет. Практически нереально сделать игру идеальной, так чтобы она не лагала, не тормозила, не сбоила, не вылетала. Патчи первых дней это не косяк разработчиков, это суровая реальность современного игростроя. Не потому, что они такие все плохие и криворукие, а потому, что специфика производства поменялась коренным образом с того момента, как вышли первые древние свитки. Разумеется, я понимал, что Fallout 76 не обошел эти реалии, глядя стартовый геймплей на ютубе, я был готов к самым разным багам, и все же увиденное меня просто поразило. Я даже пожалел, что не начал играть в то время и не смог лично лицезреть весь этот стыд. Я-то думал, что это у меня были графические баги и пустое падение производительности. Дважды наивный рюзкий Иван, это капля в море дерьма, если сравнивать с тем, что было на старте. Это касалось абсолютно всех багов, их было так много, что создается впечатление, что игру вообще не тестировали. Знаете, это как случай с Batman Arkham Knight, которая была неиграбельна на компьютерах, но та-то хоть была сделана хорошо, ее лишь оптимизировали на пекарне с закрытыми глазами, а тут с закрытыми глазами собирали всю игру. Кстати, на консолях та же история. Если честно, я помню мало случаев, когда продукт тормозил еще и на консолях, где оптимизация обычно не падает ниже отметки 4 из 5, а в случае хитов вообще я около идеально, с учетом патчей первых двух месяцев. Вы помните, я говорил про уши муравинда, торчащие с движка 7.6? Еще под роликом про Skywind вы мне втирали что-то про новый движок и полную переработку старого. Полагаю, тут он был еще более переработан, да? Почему же тогда в Fallout 7.6 те же самые баги, что были еще в муравинде, я вас спрашиваю? Например, баг с водой. Муравинду это еще было простительно, а тут мало того, что прошло 17 лет и прогресса никакого, так еще и вода теперь еще больше багует. Клянусь, чем больше я вам об этом рассказываю, тем больше офигеваю сам. Или вот еще. Да где-то какой-то военной базы, я нечаянно стал участником задания, видимо, или не стал, я не понял, но так или иначе над базой начал летать самый настоящий дракон. И угадайте, на кого он был похож? Привет, Алдуин! Да вы серьезно что ли? Вам настолько было лень, что вы даже модельку для дракона не нарисовали новую, только текстуры заменили. С таким сражаться я не мог, не по уровню, поэтому дал по тапкам, но вот те, кто с ним сражались, сказали мне, что там не только модель та же, но и скрипты, управляющие искусственным интеллектом, идентичные. То есть он выглядит и ведет себя, как дракон из Скайрима. Не смогли они реализовать и кнопку голосового чата, и он работал перманентно, по умолчанию. В итоге, что бы ты ни говорил, в игре твою речь слышали все, кто ходил недалеко от тебя. Разгорелся даже какой-то скандал с травлей одного из игроков, где ему просто не давали играть. Спустя лишь месяц разработчики таки ввели возможность голосовой чат отключить. Они не сумели даже подстроить разрешение под некоторые мониторы, хотя обещали сделать это, а в итоге просто растянули изображение, благодаря чему игра стала выглядеть ну уж совсем убога, как какая-то хрень из Гринлайта в Стиме. То есть, сейчас, секундочку, это нечто. И это нечто. Понимаете? Ведь за многие годы модостроения фанаты пофиксили практически все баги, создали огромное множество надстроек, без которых сейчас даже играть садится, нет смысла. Тонну модификаций, прорву моделей и анимаций не получив при этом в большинстве случаев ни копейки. Но все, что сумели извлечь из этого BTS The Game Studios, это лишь финансовую выгоду, такие протолкав, несмотря на все сопротивления игроков, платные моды на Fallout 4, а потом и на Skyrim. То есть, по факту, мододелы работают в разы лучше, чем головной офис компании с огромным стажем и бюджетом. И, наконец-то, со слов очевидцев, я узнал, что представляет из себя местное PvP. Если описать его одним словом, оно будет очень коррелировать с сущностью самой игры. Это слово бессмыслица. Не знаю, изменили ли эту систему на данный момент, потому как за несколько дней игры я встретил лично так мало людей, что ни о каком PvP речи не шло, поэтому опять же основываясь на старых данных. В PvP Fallout 7.6 нет никакого смысла, потому как большинство игроков просто включают пассивный режим. Помните, в GTA Online есть такая фича, ты становишься неуязвимым для воздействия игроков, но при этом не можешь с ним сам взаимодействовать. Тут же все через гузно, ты, будучи в пассивном режиме, можешь взаимодействовать с людьми, а вот тебя убить нельзя. Точнее, вроде как можно, если идти на тебя как на рейд босса толпой, но ты не потеряешь ничего, а убившие тебя получают какие-то штрафы то ли к характеристикам, то ли к карме. В итоге найти кого-то для PvP было практически нереально, не говоря уж о ком-то равном тебе. Никаких арен, никаких заданий, банда на банду, ничего нет. Совместные задания, кстати, были еще скучнее, чем те, которые я застал, ведь тогда искусственный телег тупил еще больше, а враги баговали до такой степени, что вообще не двигались с места. Боже, я даже не знаю, как тут устоять перед таким манящим своим драйвом геймплеем, о да. Я полагаю, ни для кого не стало сюрпризом, что настолько вот отвратительная игра стала тонуть в негативных отзывах, как в океане со всем вам известной субстанцией. Максимальная оценка на всяких там метакритиках составляет 52 балла из 100, и это для дорогого хита, я напомню. Однако лично я не верю этим оценкам, позже поймете почему. Я думаю, там и двадцатка-то с трудом набежала бы, если бы не покупные рецензии. И безусловно, Bethesda это не понравилось. И вуаля, в конце первой же недели катастрофически низких продаж скидка в 40%, а в течение месяца уже 30, через неделю после релиза. Представляете, как неистово рады были те несчастные души, что купили эту поеб... за полную цену, причем совсем не маленькую. Думаете, это все? Нет! Они еще сделали фейковые скидки в своем гнилом лаунчере, чтобы привлечь внимание к своей тухлятине. Вспомните, хотя бы одна компания позволяла себе такое, имея в виду в совокупности. И если вам вдруг вспомнится нечто подобное «О, у меня есть чем крыть! Да, у меня есть козырь!» Я понимаю, что я в этом плане отстал от жизни, но если кто-то, как и я, раньше этого не знал, то вы сейчас просто усеретесь от счастья и такую вот я вам веселую историю принес. Коллекционка. Сперва обнаружилось, что в издании на диске вместо диска была вставлена круглая картонка. Это не критично, это ведь онлайн-игра, дистрибутив в любом случае будет скачиваться из сети, а диск покупается коллекционерами, теми людьми, кто очень любит вселенную в данном случае была символом всего происходящего. Было анонсировано производство Рома в стилистике Фуллаута, его появление обосновали даже с точки зрения лора. Стоит этот сувенир, если не ошибаюсь, то ли 80, то ли 100 баксов, но выяснилось, что по факту это какой-то дешевый пойло в стандартной бутылке, которая облечена в пластиковый дешевый корпус, повторяющий модель ракеты. То есть им за такие деньжищи самых преданных фанатов лень было даже стеклодувов нанять и сделать действительно красивую бутылку на память. И Драугра мне в гробницу, сука, это ведь еще не все. Еще до выхода была анонсирована коллекционка, в которую входила фосфорицирующая карта местности, холщовая сумка военного образца, а в случае лора Фуллаута, как я понял, наоборот, довоенного, и шлем от силовой брони. Стоил такой набор 200 баксов. 200 долбаных баксов или же в районе 12 тысяч рублей по нынешнему долбанутому курсу. Угадайте, что получили игроки. Ну, на самом деле, все обещанное. Только шлем был из какой-то дешевой пластмассы, хотя и выглядел красиво, карта была хороша, но она точно не стоила дорого, а сумка вместо холчи была сделана из дешманского нейлона. Такое себе не каждый китайец Алиэкспресса позволит, откровенно говоря. Сказать, что фанаты, а это, напомню, самые преданные фанаты из всех любителей вселенной Фоллаут, вот сказать, что они были недовольны, это значит не сказать ничего. Разразился такой скандал, который, конечно, был бы не так заметен, если бы не все остальные косяки проекта. И тем не менее, факт есть факт. Выяснилось, что такие сумки стоят от силы 3 бакса. Фанаты загнали Бетесту в угол, после чего она любезно согласилась компенсировать потраченные деньги, добавив игрокам, купившим коллекционку, 500 внутриигровой валюты на счет. Символичным оказалось то, что на 500 валюты ты не сможешь даже купить себе тот самый костюм с той же охолчевой сумкой, только уже виртуальной, ибо она стоит дороже, потому что 500 атомов это форма доната у них такая, если что. Они стоят 5 долларов. То есть, понимаете, да, ты заплатил 200 баксов за товар, тебе прислали другой товар гораздо более худшего качества, а потом предложили компенсировать затраты в 500 баксов 5 баксами. Аттракцион невиданной щедрости. Я, как человек, имеющий юридическое образование, могу вам с почти стопроцентной уверенностью сказать, что Бетеста обставила все так, что принимая эту компенсацию, блин, да какая нахрен компенсация, это долбанная подачка. Ведь эти 500 атомов вообще Бетесте ничего не стоят, они их из воздуха же делают. Ну так вот, принимая эту подачку, ты отказывался технически от судебных претензий к компании, потому что это как бы дело-то на самом-то деле подсудное. И очень странно, что Бетеста все еще не была оцеплена для проверки на наличие финансовых махинаций, которые, откровенно говоря, налицо. Самое же смешное, что люди же писали, мол, ребят, где то, что вы обещали, где сумки, а им сначала отвечали, что, мол, извините, материал закончился, сделали из того, что было. Но знаете, как если бы я вместо своей кружки с зайцем присылал бы вам пластиковый стаканчик с нарисованным на нем маркером с зайцем за ту же цену со словами «Ну вы же понимаете, у меня кружки закончились вместе с полимерной глиной». Вот. А потом они вообще заявили, что холчовые сумки сложны в производстве, поэтому, грубо говоря, радуйтесь тому, что дали. Хотя нет, самое смешное в этой ситуации то, что нашлись и защитники позиций Бетесты. Говорит не по-русски, во-первых, никто не покупал издание Power Armor ради сумки. Все потратили 200 долларов на шлем, он шел в комплекте. Уверен, никто не парился по поводу сумки, пока не увидел обсуждений на Reddit. Во-вторых, 500 атомов стоит 5 долларов, но вам они не стоили ничего. Вроде бы довольно дешево, нет? Нет, не дешево, 200 баксов. Ладно, минус 8 за игру, хотя она не стоит и доллара. Минус 3 на сраную сумку, сворованную бомжа. Минус, ну, допустим, 5 долларов на карту с капельками фосфорицирующей краски. Итого 88. Округлим до 90, хотя не стоило бы. Итого 110 бакинских или же около 7 тысяч вечнодеревянных рублей на шлем. А вот у меня тут не так давно была в группе работы выложена, там одна из подписчиц собрала такой же с папье-маше своему мужу, кажется, в подарок. Задарма. Его бы покрасить получше, заменить детали от раковины на нечто более подходящее к антуражу и все, можно продавать. А главное, обратите внимание на другой ее мерч. Я не думаю, что это хуже пластиковой бутылки за 80 баксов или пластикого шлема за 110. Бюджет не превышает тысячу рублей, я уверен. А если и превышает, то не сильно. Вот это коллекционное издание. Ну и это еще не все, ребят. Это не все, с***. В начале декабря Бетеста делала заказ видеоблогерам, задачей которых стало обеление игры в глазах игроков. Вот им как раз были высланы нормальные холчевые сумки. После такого верить отзывам, верить всем этим нет уж, спасибо, двадцатка максимум. Вы только представьте всю подлючесть этого хода. Это же настоящий плевок в лицо фанатов, иначе не скажешь. Да что там фанатов, в лицо игроков, на фанатов вообще наклали такую кучу, что страшно подумать. Даже мне, непричастному к этой вселенной человеку, противно. В общем, все закончилось тем, что Бетеста таки пообещала выслать до конца декабря те самые сумки всем владельцам коллекционки. На этот раз нормальные сумки не из ракушек и говна, а из холчи. Судя по тому, что интернет не взорвался, все-таки вроде выслали. И вишенка на торте. Когда обманутые покупатели писали такие заявления, их перекидывало на страницу с другими такими заявлениями, где был указан список всех, подавших подобную заявку со всеми их данными, указанными на сайте. Фамилия, имя, место жительства, банковская карта, иногда телефон. Ну, как вам? Ай, господи. Да, ребят, это было сложно. Помните, с чего я начал ролик? Со всей линейки игр Бетезда, включая серию древних свитков. Жадность сгубила уже столько фраеров, что не сосчитать. Ребят, я боюсь за шестые древние свитки. И не просто боюсь. Я, как в случае с Андромедой, предвижу провал. Только в этот раз я совершенно не буду ему рад. Да, после всей этой ситуации с Фоллаутом компанию, как говорят, трясет в лихорадке. Проект отсрачивается, как те же свитки. Концепции пересматриваются, уже наполовину готовые игры трансформируются до неузнаваемости. Это, вы помните Фоллаут 3? Помните поезд? Ведь вы знаете, чем он был, да? Шляпы, надеты на голову бегущего НПС. Потому что движок не приспособлен к движению транспорта. Лошади это немного не тот случай, если что. Кстати, мододелы гораздо более изящно реализовали этот момент в своих модах на Скорин, добавляющие двимерские поезда по всему континенту. Что, в общем-то, неудивительно после всего увиденного, правда ведь? Так вот, на этом движке, который не приспособлен даже для движения транспорта по большому счету, начинается сделать Космосим Старфилд, который вроде теперь тоже перенесли на более поздние сроки. И да, на этом же самом движке делают так ожидаемый мной и многими другими фанатами Зелдерс Кроллс 6. Поймите, неважно, согласны вы с моей позиции или нет, крутая лично для вас игра Fallout 76 или Skyrim или нет, неужели после всех перечисленных мной фактов у вас остается хоть малейшее сомнение в том, что Т-6 провалится? Ведь мало просто закатать губу и начать работать, теперь этого уже будет недостаточно. Бетезда прогнила изнутри и этот процесс длился долго. Такое не происходит в одночасье, как и выздоровление в одночасье не происходит. И в данном случае такое вот выздоровление будет равносильно чуду. Если шестые древние свитки выйдут как минимум на уровне Скайрима, я уж не говорю о том, чтобы на голову выше, это будет настоящее божественное чудо, истинное вмешательство Альмсиви. Но давайте будем честны, каковы шансы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова